Продолжение следует... 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 социального учебы и всего остального. Ну и, конечно, работать в социумах, потому что социальный педагог, он работает и не только в школе, но и вне школы. Ну, такие три. Три. То есть вы пошли по субъектам образовательного процесса, социального педагогического процесса. Хорошо. В каких ситуациях профессиональных деятельностей наиболее востребовано критическое вышление социального педагога? Значит, у нас, мы считаем, что наиболее востребовано критическое вышление социального педагога в ситуациях взаимодействия с семьями СОО, в белополучной семье индивидуальной работе с подростками, в частности, трудными подростками, а также в работе с фунтоколлективом. Да, с администрацией, коллегами, тоже надо это сказать. А почему, например, с СООПами, с девиантами или с клонами нужно? Есть программа разработанная, диагностика, программа коррекции, программа социально-педагогической, профилактической работы. Юры, уже насколько инструктивно методически разработают? Вот Юлия Александровна, мои коллегами, это собрать. Ну, каждая семья – это единый случай. Единый случай и... Да. То есть, стандарт не подойдет. Нужно... Альтернативно-разумные подходы, да? Хорошо, спасибо. Какие навыки физического мышления наиболее востребованы социально-педагога в контексте профессиональной деятельности? Прошлись по уровням. Можно и по-другому тут ответить? Пожалуйста. Ну, это наш вопрос. Пожалуйста. Прошу, какие пришли? Люди, мы уже в улице, мы вы допомним. Да, да. Мы в последней части решили, что, возможно, это навыки дедукции, индукции, навыки анализа или... Ну, да. Существенно, следственная связь. Да, разве есть что-то такое? Хорошо. Может, дополнение? Отлично, дополнение. Ну, могу добавить, да. Конечно. Я бы назвал самодистанцирование. Это очень хорошее, потому что профессиональное выгорание и эмоциональное выгорание, конечно, всего никто. Но я рада, чтобы отнесли его тоже сюда. Это очень важно. Мы, кстати, отметим, что в ТВ было названо качество личности. Были субъекты, да, вот сразу, были сферы деятельности, были направления деятельности и пошли качества личности. Но у нас есть еще два вопроса. Я не зря сегодня говорила о образовании условий цифровой трансформации, о цифровизации, собственно говоря, многих сфер нашей жизни. Как трансформируется проблемное поле критического мышления социального педагога в современных социо-культурных условиях? Я тут пару слов себе позволила добавить. В злое формирование, что в промышленной революции по Клаусу шла в общество 5.0. Можно говорить, когда бедные технологии, битс-технологии и так далее. Пожалуйста, кто-то, это ваш. Постоянно появляются какие-то новые проблемы, как кипербуллинг, медиабезопасность. Они каждый день появляются какие-то новые цифровые проблемы, с которыми приходится платить социальному педагогу и уметь их решать. Хорошо. Ну, что ответили на то, что мы предлагаем, да? Да. А можно вопрос? Как специалистам? Вы просто не специалисты, а как хорошие. Мы задумываемся только о тех проблемах, которые есть на уровне отдельного человека, боли и так далее. Либо мы можем задумываться о каких-то более высоких уровнях обобщения, уровнях развития, например, цивилизации, условиях, так сказать, трансфилософского какого, трансфилософского и постфилософского философии. Ну, конечно, не только проблема конкретного субъекта. Во-первых, это субъект профессиональных педагогов, которые готовят, да, и работают, и там молодежно. И вот как бы вытянно, это тоже необходимо подготовить компетентных специалистов. Правильно, что ты решила? Я просто так понимаю, что это цепочка, которая логически, да, от субъекта, понятно, к сообществу, потому что в этом социуме, ну, субъект взаимодействует, естественно, изменяется, трансформируется, особенности взаимодействия, трансформируется проблема, более понимаете, но решение, задачи, которые, чтобы любить. В количестве тех задач, которые нам диригируют и государство, и субъекты, и каковы навыки критического мышления социального педагога, наиболее востребованных в современных субъектах культурных условиях. Это уже, ну, ваш. Все ответят, не боитесь. Мне кажется, исходя из-за такого, как я ищу, как я ищу, я ищу, как я ищу, 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 я ищу. Своими и пранк, плетние три направления, да, а способы искажения информации, это вообще, очень, на слове, так сказать, информационного стресса, если можно сказать, или переизбытка. Хорошо. То есть, видите, мы с вами определили, что, в общем-то, социальным педагогам надо использовать навыки критического мышления, причем это в какой связи? Во-первых, на мой взгляд, вот мы, я не зря задала, извините, вопрос, по уровням, потому что, если мы формируем профессиональное мышление, не только социального педагога, а педагога вообще, я глубоко убеждена, что ему необходимо, вот первое, социально-педагогическое прогнозирование, как важное составляющее, какого человека, с какими ценностями, с какими убеждениями, с какими нормальными и нравственными нормами на Москве. И первая проблема, которая, ну, ждет своих, я считаю, еще разработчиков, это проблема социально-педагогического прогнозирования ключевых проблем в организации взаимодействия, человек-среда, человек-социум. Я буду в социальных средах, хотя теперь экологические проблемы, да, природная среда, и теперь техно-среда, вот о чем мы говорим, то есть мы говорим о экосистеме, да, цифровых технологий и так далее. Потому что нам надо смыслить проблемы, на мой взгляд, не только, я размышляю вместе с вами, и прошу вот, как бы, или участие, или оппонирование, не только на уровне вот таком, я бы сказала, подмастерный, извините, мы умеем организовать то, применить какие-то диагностические приемы, какие-то профилактические приемы, а вообще понимание миссии педагогической деятельности. А какого человека мы воспитываем, для какого общества, с какими ценностями, потому что сейчас проблема ценностей, это социально-педагогические проблемы, мы не дадут рисовать книги, а нас самое главное, и уважаемые наши философы, футурологи говорят прежде всего о том, что вы перейдете к новому этапу развития общества, прежде всего надо сформировать критическую массу людей с определенным типом, что мы пришли, с определенным типом совести, которые вы приняли. И вот если говорить о цифровой трансформации, то основной вопрос, они нам, технологии, как и приобретающиеся, посылаться, помогают или нас заменяют? Философский вопрос или уже практический вопрос? Я не буду задавать вопрос, заменить ли искусственный интеллект, социальный продукт. Дальше поиски, генерации оптимальных социально-педагогических решений. Ну и дальше. Обоснованный выбор оптимальных педагогических решений. Творческая реализация с учетом особенностей субъектов образовательного процесса и факторов святых и социально-педагогических рефлексов. То есть, по сути дела, и все уровни, и все субъекты, все направления деятельности педагога социального требуют. Это, конечно, актуализмует проблему формирования детического мышления. Существует масса определений. Я вот посмотрела предыдущие ваши методические рекомендации. Вам очень хорошие были определения критического мышления, поэтому я позволила себе на этом уже не застрять внимание. На философов сошлюсь. Критическое мышление, наличие навыков рефлексии, относительно собственного мыслительного процесса, навыки работы с понятиями, суждениями, заключениями, аналитическое деятельность, то, что вы говорили, дедукция, индукция, то есть операционно-спективные деятельности, а цель – это атернативных возможностей. Американских авторов такое длинное определение, но тем не менее. Я хочу обратить внимание, вы с вами, пожалуйста, почитайте и посмотрите, что здесь отмечается. И это суждение, самое регулирующее, интерпретация, анализ, а цель – это интерактивность. И качество личности – любознательность, осведомленность, непредубежденность, гибкость и так далее. Тщательность, разумность выбора критериев, то, о чем мы говорили, да, вот сегодня уже, при работе с информацией и при принятии педагогических решений. На основе каких критериев мы принимаем решение, насколько эта информация достоверна, недостоверна, нерелевантна, нерелевантна в данном случае и так далее. Ну и так далее. То есть мы можем говорить о том, что критическое мышление, несмотря на то, что он, в общем-то, познавательный процесс, да, вот так мы зацепляем, что мы уже, наверное, скажем, или поправят, что педагог есть в БКРФ, извините. Оно предполагает, конечно, вот таких три основных аспекта. Во-первых, это система знаний, да, вот я следую за поумственным развитию листикам. Ну, помню, Чинская работа интересная, как говорится, фонд знаний, система знаний. Это операция мыслительных деятельностей, о которых мы сегодня уже упоминали, и способы работы с понятиями, да, и способы формулирования и формирования понятий, и три, составляющая это качество личности, которое позволяет нам использовать их грамотно в подготовительном процессе. Поэтому я позволю себе здесь сослаться на уважаемую Марию Александровну Холодову, которая, в общем-то, достаточно широко говорила именно о необходимости интеллектуального воспитания, потому что формирование всех тех, 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 тех. А не только обучение чему-либо, это и есть процесс чего? Воспитание. Но если вы проморализируете программы непрерывного воспитания детей, учащихся в Молодежной Республике Беларусь, начиная с 2015 года, то есть две последние, если вы проморализируете Кодекс Республики Беларусь в образовании, то там будет в статье, ну, теперь, извините, Я могу ошибиться, раньше это была статья 18 воспитания, будет разные 15 видов воспитания, теперь, по-моему, или 14, извините, считала, но забыла специально на интеллектуальном воспитании, там не будет. То есть эта задача, иность, и лежит на образовательном процессе, обучая, формируя литическое решение. Ну, мне сказали, что здесь должна быть небольшая теоретическая часть, поэтому я взяла материалы холодной Марине Александровны, у нее есть две очень, ну, вернее, много интересных книг, ну, на которые вы хотели обратить внимание, вы их все знаете по когнитивным стилям, по исследованию интеллекта, а также, что касается педагогов, то очень интересная книга, это «Психодидактика школьного учебника», да? Интеллектуальное воспитание учащихся. Она рассматривает такие, там, совместно с автором, способности. Конвергентное, которое проявляется в показателях процесса переработки информации, правильности и скорости нахождения нормативного ответа, да? Комбинаторное свойство, процессуальное свойство и дивергентное свойство, и рекреактивность, и так далее. При этом к ним она также относится в такие, как Марина Александровна, холодное качество, как широтамостного кругозора, гидкость и благовариантовность оценок происходящего, готовность к принятию необычной, противоречивой информации, умение осмыслить происходящее в терминах прошлого, в причине и терминах будущего, ориентация на выявление существенных, объективно значимых аспектов происходящего, склонность мыслить категорию «вероятно» во фрагментальной модели, и способность мысленно, видите, объявления в контексте его целостных связей. И если вы проанализируете этапы, например, педагогической деятельности, если мы проанализируем те социально-личностные компетенции, которые мы должны формировать, они формируются, содействуют формированию как у студентов, так и учить их формировать, да? Динамый такой аспект у обучающихся, то мы увидим, что это все присутствует в любой, собственно говоря, деятельности, потому что такие социально-личностные компетенции, так, ответственность, способность к прогнозированию результатов своих действий, поступков и так далее, способность неизвятлива смысла, не все заложено вот в геотическое мышление. Поэтому не зря, вот и в технологии, теперь современные, там, селф-скиллы, там, какие еще? Софт-скилл. Ну, софт-ка-то само, но вот селф, да, хотел обратить само, да, скиллы, они все, вот, их механизм является критическое мышление. Или вы знаете все технологии 4К компетенции, да, там, креативное мышление на первом месте, коммуникация, кооперация и деятельность. Тоже интересные есть разработки, можно посмотреть. Ну, и по структурной модели интеллекта, я почему ее возможно себе привести, потому что дальше она разрабатывает основные линии обогащения ментального опыта. И они, собственно говоря, можно вот сразу совмести, я вас попрошу, линию обогащения когнитивного опыта, и такими приемами развития критического мышления мы можем это делать. Давайте сразу будем думать, хорошо, потому что я нашему эксперту слова не дала, но я думаю, что я не особо не обиделась. Будет еще возможность выясниться, прошу прощения. Очень волнуюсь, пропустил этот момент. Значит, актуализация разных способов наделывания информации. От словесно-символического, визуального, предметно-практического, симфонно-национального, магнитивного системы, понятия, способов деятельности, работы, семантика. Если бы я хотела обратить внимание на первый путь. Итак, каким образом мы можем кодировать или представлять информацию? Самое первое, что у нас приходит в голову, наверное, вот как у меня, у меня свой ассоциативный ряд, у вас свой будет. Это технологии визуализации, учебной информации, да? Они работают на третическое мышление. Конечно, что мы с детьми всегда, ну, со студентами, прошу прощения. По возрасту, они уже были дети, поэтому это так. Что мы составим с ними? То я тут говорю, об этом мы уже не дали. Все что угодно. Все что угодно, что именно. Ментальная карта с разными способами, да? Они позволяют интеллектуализировать цифры. Что еще? Таблицы. Таблицы различные. Схемы. Алгоритмы. Алгоритмы. Диаграммы. Диаграммы различные. И так далее. Я просто к тому, что мы позволяем им различным способом интеллектуализировать информацию. К сожалению, вот забрали студента после зачета. То есть самое элементарное у нас лучше всего, как в моей практике я делаю, я веду такие дисциплины, как социальная педагогическая диагностика, основа педагогической антропологии. И вот там раньше, теперь она немножко по-другому, основа медиапедагогики. Это еще там и педагогику мату, и историю соцпеда и так далее. Но вот мои такие дисциплины, естественно, что там везде вначале что? Большой объем каких-то детектов, как мы называем, теоретические основы, соцпед, диагностики, да, объемы в вашей дисциплине тоже. Составляем ментальные карты. И карты эти не только, вот как я люблю, схемы, кластеры, да, вот мы все так делаем, а рисуют. Рисуют с кораблями, с солнышками, и каждый имеет свой смысл. Вот разные способы кодированию информации. И когда будет для меня, почему? Потому что, исходя из той же у нас разной стилевые характеристики, да, особенно когда мы работаем со студентами с разными стилями. То есть, дальше, вторая линия обогащения понятийного опыта. Как формируются понятия, как усваиваются связи между понятиями, как происходит и как формируется, вернее, как, собственно говоря, мы используем операционные спецедренные деятельности. Потому что вопрос встает, то есть, с учениками, кто там, ладно, а со студентами, надо ли учить их сравнивать, надо ли учить их умолюсировать, надо ли учить их классифицировать. Или они уже это все умеют? В принципе, да, умеют, но иногда надо наполнить, да, актуализировать этот нарк. Какими способами мы должны делать? Тут, как правило, мы работаем как? Это концептуальные таблицы составляют, да, это различные матрицы. Вот есть такая интересная технология фреймового обучения. Вот она распиарена буквально последние 10 лет. И там вот маленькие курсы, вот как основы медиа-педагоники, очень хорошо составляем фреймы, слоты, наполняем как бы ту матрицу. По сути дела, мы формируем матрицу понятия и связи между ними. Это тоже очень хорошо. Вы с ним опытом готовы поделиться? Вспоминаем, какие вы используете для работы с понятиями. Ну, кроме составления класса, я, конечно, вот уже это самый анализ. Ладно. Виня обогащения медикогнитивного опыта, то есть контролировать виртуальные деятельности. Тут уже все наши проектные технологии, те алгоритмы, о которых мы тоже уже говорили. По сути дела, мы задаем им рамку в выполнении определенного задания. Поэтому, с одной стороны, вот здесь определенный тоже есть. Мы задаем им схему работы, и в то же время требуем чего? Какого-то творчества и так далее. Но учебный материал есть. И последнее, это эмоционально-оценочный опыт, возможность выбора усвоения учебного материала, опора на личный опыт, актуализации интеллективного опыта, эгрант и ценностное отношение к материалу. То есть я еще раз хочу подчеркнуть ту идею, что критическое мышление по воздействию не только на когнитивную составляющую, когнитивную сферу нашей личности, мы обязательно задействуем должны и ценностно-смысловую, и эмоционально-волевую, и, конечно же, когнитивную. И если вот так разобраться, то через освоение системы знаний, навыков, умений мы формируем и развиваем все остальные сферы личности от ценностно-смысловой, какой-то потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой, до межличностного взаимодействия, тогда я сейчас по шифон-дрюну пошла по этим сферам личности. Поэтому вот у нас встает вопрос, а насколько меняется, так, мы первую часть элитическую как бы так замушили, а насколько у нас меняется, и вообще, как развивать критическое мышление в условиях цифрового взаимодействия. Я вижу, мы немножко загрустились, сейчас мы развлечемся. Хорошо? Меня вопросы. Ну, наверное, цифровизация, но дело уже все восхонены. Правда? Каждый день нам про это говорят, нам фильтровать, отдельно кафедры, все очень сложно. Но очередь... Не то плохо работает. ...журнала, да, или все хорошо и радужно. Но мы все, в общем, живем в меняющемся, да, таком мире. И у меня к вам вопрос. Ко всем, уже без исключений. Скажите, пожалуйста, а какие ассоциации у вас возникают при условии цифровизации или цифровой трансформации? Различные устройства. Итак, чеха. По одному устройству. Я буду, как это, знаете, филипп, права Шовика, тихо, я записываю. Можно помедленнее, уникально, так говоря. Устройства, технические устройства. Может быть, в кодировании. Так, тихо, а потом что? В кодировании. В кодировании. Имитация. Имитация. Во всех смыслах этого многогранного слова. Я помню еще. Ну, что ты? Ну, мне это же как-то IT-технологии. IT. Важдественная зона отличия. Да, ну, конечно. Фимуляция. Угу. Служья. Кодировка. Кодировка была. Ну, давайте. Преобразование. Преобразование. Нам надо 24 слова. Мы играем в игру 24-8-3-1. Поэтому поехали. Я бы программу написала. Программа. Программирование, да? ОМК. УМК. ОМК. И. И. Это тоже не просто. Вんдов. Поехали. Интерактив часть. смешная смешанная электронно образовательный ресурс компьютерная отлично кибербезопасность кибербезопасность киберодиция образ и симуляции образование еще что он онлайн мессенджеры никто не упомянул ну давайте соцсети но в этом формате никто не назвал уже настолько нам стало я просто там вот это очень хорошее то есть мы уже настолько он спошел нашу жизнь что мы уже никаких ассоциаций теперь вопросы на засыпку мы теперь я называю три слова а вы думаете что их объединяет хорошо готовы и так техническое устройство кодировка имитация техническое устройство кодировка имитация модели отлично у нас еще впереди 7 слов дальше айти до дистанционное обучение симуляция айти до симуляция технологии преобразование программирование программирование лука обучение средствами средствами так мудл интерактивность зум платформа платформа тим индивидуализация смешанное обучение тим индивидуализация смешанное обучение форму формы ну я это перспективность хотела показать электронные образовательные ресурсы компьютерная грамотность кибер кибер безопасность компьютерная грамотность кибербезопасность информационные образовательные электронные образовательные ресурсы компетентность киберадекция образ симулятор киберадекция образ симулятор аддекция образ симулятор что зависимость или опасность можно так сказать виртуализация риск виртуализация онлайн обучение и соцсети компьютер а вот гаджет гаджет можно что хорошо видите мы теперь по сути дела занимаемся одним из таких хороших вещей как свертывание кто занимается программированием это не программисты научили такой интересный когда там идет свертывание по определенной программе хорошо слушаем дальше готовы с зала запас так у нас гаджет моделирование технологии гаджет моделирование технологии впечатления учебный процесс возможности возможности отлично технологии средства обучения платформы технологии средства обучения платформы, учебный процесс, конечно, в условиях цифровой трансформации, я уже подписываю, платформа, формы обучения, компьютер, платформы, формы обучения, компьютер, слова можно повторять, преподавание, IT, преподавание, многое слово, электронное обучение, и последнее, компьютер, зависимости, гаджет, компьютер, игроманы, и последнее наше, уже сверкнуло, было 24, если вы заметили, 8, 4, теперь делаем 2, предпоследнее, итак, возможность, риски, я игроманы на листы заменю, хорошо, вы не против, возможность, риски, учебный процесс, качество, качество, о, к чему мы приходим, так бы никогда не прошли, учебный процесс, IT, преподавание, риски, учебный процесс, IT, преподавание, риски, технологии, технологии, отлично, и мы пришли в качество и технологии, как мы объединяем этим словом, качество и технологии, что их объединяет, думаем, образование, и кто главный действующее лицо тогда образование, да, учитель, видите, мы немножко обработали, и напряглись, но с другой стороны, меня слушать интереснее, да, поэтому сверка произошла, первоначально все было как бы размыто, а мы вышли на качество технологии, а вопрос, где у нас федолог, он определяет качество, или как? Задумались мы об этом, не выключили ли мы его из этого процесса? То есть, все-таки, если уже бывают за таких вещах, то для нас для всех все-таки качество тех технологий, которые мы и владеем, которые нам, мы готовы освоить, да, оно является ключевым при, согласны с этим или не совсем? Конечно, потому что нам все иногда, извините, ругают, говорят, что вот, мы не хотим, у нас недавно была немножко открылась конференция студенческая научная, практическая, я где вела секцию среди студентов, мы пригласили там специалистов в кавычках пока еще будущих, уже без кавычек специалистов, естественников, которые занимаются вопросами вот разными, связанными с формированием разных поведенческих наших стереотипов, но это больше психологи, но нам интересно были тоже доклады, разработчиков образовательных продуктов с инженерно-педагогическим психофакультетом, и мы, соцпеды, мы попытались вот с разных позиций рассмотреть проблему влияния вот этих всех вещей на социализацию современного ребенка. Такая дискуссия у нас была. Я услышала, что я вообще ретардат, что я ничего не хочу и не умею, но потом оказалось, что вот, что важно в критическом мышлении. Почему не критическое? Потому что, да, точки зрения совершенно. Олег же специально на это выводил для того, чтобы высказывались. Очень жесткая идет такая претенция, что есть только плюс-минус, нет, но в педагогике, вы знаете, никогда не говорили никогда и никогда не говорили всегда, да, всегда вот и пройдет для педагога критическое мышление, очень важно. Как ученые относятся к тому, что такое цифровая трансформация или цифровизация образования, которая нам очень всем нужна. Ну и сейчас я попробовала, если видите, не надо уже за временем следить, посмотреть на такие вещи и давайте вот исходя из того, что мы с вами определили, какие проблемы связаны с цифровизацией, как их решают специалисты. Я только пыталась составить такой прообраз, это не ликвидная карта, прообраз, но я знаю, как правильно составлять, я тоже видела красивые картинки, но уже где-то было быстро. Я ссылаюсь на работу Роберта Вильяновны, я надеюсь, что вы ее все знаете, потому что это ведущая специалист российская, она знала тех школы по информатизации, образованию. Если вы захотите узнать более подробно, то в интернете я беру в кавычки «гуляю» хорошие ее презентации по данному вопросу. И она разработала концепцию развития дидактики в условиях информатизации образования как транспортно-интегративной области научного знания. И рассматривая проблемы, связанные с цифровизацией образования, она выделяет по крайней мере четыре круга проблем. Эта проблема методологически определяет пути их решения, в том числе, как сформировать умную школу, умную в кавычках. Ну, не в том плане, что там, а в том, что как умный город и так далее. Да, используя предземные технологии, как интернет-вещей. Теоретические, технологические и коммунитарно-бисплатные. Естественно, что для социальных педагогов для нас больше важны, мы уже, наверное, догадались разного цвета, какие проблемы, уголитарно-бисплатные. Среди них она выделяет ряд. Я не стала все перечислять. Например, связанные с умиралом мировоззрением, вот с чего я начинала, с формирования ценностей. Связанная с развитием пепетитной сферы, правильно? Связанная с проблемами здоровья сбережения, потому что пропальный синдром, наверное, у каждого из нас по-какому разработаешь и его разместишь. Информационные, кибер-медиа-безопасностью и безопасностью. Но тут есть еще ряд таких. Какие, как вы думаете, гуманитарно-прикладные проблемы, связанные с цифровой трансформацией? Нет, я сейчас скажу, как правильно говорить. Образованием в условиях цифровых трансформаций – это принципиальная позиция, Роберт. Можно еще обозначить. Какие еще проблемы есть? Связаны. Гуманитарно-прикладные проблемы, связанные с цифровыми трансформациями, в том числе образованием, в том числе и социумами. Замена понятий. Что? Замена понятий. Подмена понятий. Замена и подмена понятий. Да, очень важная проблема. Еще какие? То есть трансформация идет в коммуникативной сферой? Да. Очень важная проблема. Атализация общества происходит в условиях, например, мы недавно были в условиях COVID-19, на всех приучали к социальной дистанцировке. Правильно? Все знают о нем. Одно, оно вообще физическое, но не физическое, а социальное. То есть автомизация разрушений между поколенческих и внутрипоколенческих даже связей. Еще какие проблемы социально-гуманитарные. Да. Куманитарно-прикладные. Извините, я уже по судьбе пошла по привычке. Какие? Я думаю, что это потребует кримитария, я боюсь. Одна из основных именно образовательных проблем – это изменение условий сирогенеза. То есть о чем я хочу сказать? О том, что сегодня, и это, может быть, не в полной мере пока осознается, но возник определенный конфликт в лестнице, синхронизации. Слово и образ. Совершенно верно. И это другой модус сирогенеза. Это значит, другое отношение к тому, что называется понятие. То есть образ. Образ, образа, символы. Образ, образа, отношения между образами. Да, и это, вот вы говорили о трансформации понятия в образные схемы. Да, и это действительно очень важно. Да, например. Но есть и обратный процесс. Конечно. А вот здесь мы сталкиваемся, что студенты парализованы в этом отношении. Совершенно верно. И это реальная учебная проблема. То есть работать с образом, как носителем кода, да, если какая-то отдельная тема, да, студенты не могут. Это не могут и преподаваться без какой-то отношения. Это реальная образовательная проблема. С этим нашим тематом. В том числе и с этим. Спасибо. Одна из вот там тех рисков, да, вот виртуализация образования, оно и есть момент, когда мы работаем уже не с реальным предметом, а его заменителем. А потом обратный процесс уже. И представьте, в общем-то, я так скажу, очень грубовато, но врача, который привык делать только в виртуале, не рушит лезь, а он увидит, когда у нас нормальный уже будет кровь. Да? И это как бы под большим вопросом, потому что меня, например, убеждает, что будущее телемедицина, ну, везде ему сказали. Да, это был парень, который так, это отрывает, извините, к стоматологу. Давайте, ведь это очень важно. И отсюда, вот дальше мы будем говорить, это вот одна из проблем, как я понимаю, это белого терраника. Смертия возникает, да? Придуктивные сайты, вот эти все вещи, которые связаны с эксплуатацией, только одного из... Да, но, по парадоксу, если, по-моему, работает последняя, да, связанная с компьютерной квадратикой, он обнаруживает, что вся эта легенда, где он обрушатый, это достаточно, ну, как бы, скажем, записывая... Стром уже, это старейшая реформация. Да, не то, что старейшая, но определенная программа. Да, и когда возникает новая локализация, следствующая цифровизация, новая локализация психических функций, и в этом смысле, да, возникает метаобразование, да, которое начать иначе распределять информацию, да, и... По-другому мы имеем воспринимание, пропадное, мы имеем... Да, и что для этой лекарствы? И в этой разбудке, да, ключевую роль начинает выбирать холодные заставляющиеся, то есть, не... Валерия. А? А образные. И молодежь, которая на планшете, да, выросла, она более чувствительна, да, хотя тут тоже есть проблемы, потому что это одно дело – чувствительность, другое дело – это работать в критическом плане. – Да, потому что она легче. – Для них легче, а для наших проблем, да? – Да, да, да. – Почему? Потому что это очень хорошее, спасибо. Я просто к тому, что я вот, ну, те работы, которые я шью психолог, я сразу говорю, я педагог, и очень другие претендуют, но, в общем-то, это очень важная проблема. Почему? Потому что мы с этим сталкиваемся постоянно в образовательном процессе, да, потому что и ряд других проблем. И еще какие есть гуманитарные. Спасибо большое. Проблемы тут много. Можно и аддикции вспомнить, да, и опасность участия в формировании делятного и деликатного поведения, участия в флэшкопах, да, готовы через соцсети участвовать. Мы будем обдеть у них склонность. И кибермошенничество теперь оно на слуху, да? – Попадание. – Попадание. – Совершенно верно. – Попадание. – Попадание. – Попадание. – Конечно, это все висит. Это не значит, что надо здесь закрыться и ничего не делать, но мы должны это обдумывать. И естественно, что я сейчас немножко, так сказать, обращу ваше внимание, что можно условно их тоже классифицировать. Я попыталась по основаниям, те, которые есть, собственно говорят в конфликте, я вот проведила не психологически, я социально-педагогически обновлюсь, да, с этих точек зрения, хотя, конечно, там многие вещи присутствуют, связанные с теми, что в сети и внутренние листи, как они влияют, ну, собственно говоря, на пользователя, на личность самую. Среди них, ну, вы видите два почерпла наиболее таких важных в контексте нашего, так сказать, с вами разговора, в контексте нашего семинара, момента, это контентные риски, та информация, которая расположена, из которой мы работаем. И она, как мы видим, невербальная, а, прежде всего, воздействует на нашу эмоциональную сферу, потому что, как вот сошлюсь на Жанну Кассе, это один из ведущих таких специалистов, футурологов американских, который открытым текстом сказал, что мы все думаем, что интернет – это информация, нет, интернет – это эмоции. И, прежде всего, мы воздействуем на эмоции. И, естественно, воздействие на ту сферу, при помощи которой мы, скажем так, осуществляем наше критическое мышление, подмительное риск. Я не буду останавливаться, каким образом можно с этим работать. Мы сегодня уже, вот, моя задача была не только вот в какие-то такие вещи. Я пытаюсь критически эти все в рамках нашей одной бессеты рассмотреть. Ну, с вами интересы простые – это для того, чтобы мы учили концептуальные таблицы. Вот, например, я со своими составляю различные алгоритмы, в данном случае показатели для диагностики чего-то там неба. И, вот, по делу собственному, мне очень, так сказать, импонирует вот эта технология самоканализа, которая, как известно, хорошо в менеджменте прижилась, да? Можно ли ее использовать как один из таких приемов для формирования критического мышления, в данном случае для организации нашей мыслительной деятельности? Как вы думаете? Конечно, вполне, мы тоже делаем так. Конечно, все делаем. И сейчас я, чтобы все-таки у нас практическое занятие, попрошу вас тоже, знаете, как заполнять? Знаем. У нас еще есть карточки. Так что, прошу. Проведем слот-анализ. Проведем? Проведем. Сидящийся карточки. Ну, красиво, поставьте. Ну, я что-то уже, думаю, здесь тоже не буду. Это я себе с метро-анализа сожрала. Батрится слот-анализ. Итак. Ладно. Ладно, с вас вот раз начинали. Будем. Так, все. Выбираем. Не берете его? Не берете его? Не берете его? Это вы сможете? Давайте. Субтитры делал DimaTorzok 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 И как с него оплатить, да? Хорошо. У меня тоже было основное обучение, что мы не говорили, сильная сторона, это часть финансовая экономия, то есть как для преподавателя, так как для студентов, потому что надо приезжать никуда себе на место. С этой точки зрения сохранение времени преподавателя, аудиторный фонд не задействован, то есть не всегда требуется говорить в аудиторию. Значит, возможности развития науков IT, создания дополнительных ресурсов, ну и слабых сторон, то, что пропадает ограниченности преподавателя в учебном процессе. Обеспечивающийся преподаватель. Ну и с точки зрения риска, то есть какое влияние на здоровье, уменьшение подвижности, шандар. Спасибо. Да. Возможно, то, что у меня на свадьбе много интересов. Да, давайте. Сильная сторона доступности информации. Владелица современной технологии. Мы не можем общаться. Слабо стоило, ну, можно было сказать, что мы не реального общения, конвенционных вирусов. Близости, в крови мошенничества, мы еще назвали, не было. Не прозвучало такого здоровья, нет нарушения здоровья в любом случае. А, не было. Не было. Не было. Не было. Было. Зависимость. Было. Возможность новая. Друзья. Учения. Это была соорганизация. Ну вот. Хорошо. Вы знаете, я очень плохо справился. Да. Да. Признаюсь. Объясню почему. Мне кажется. Во-первых, я вообще меня не соображаю. Во-вторых, я понимаю, что вот эти оценки сильных и слабых сторон, они очень позиционно зависят. Конечно. И одно и большее время мы можем получить как плюс, так и минус. Так и минус. Совершенно верно. Вот, приведу пример. Коллега Лаврилов, даже был коллег, говорили о, так сказать, потере личностных отдастов, да, в детской ситуации. И, действительно, мы встречали психологи, биологички, философии, философии. Копечается огромное количество плача. Поэтому, да, что вот учитель, да, теперь не имеет. Хочу, к слову, сказать, что этот плач не сегодняшний дня. И, если мы посчитаем сегодня в сети, это и есть, работа одного из идеологов фашизма в журнале «Джентиль», это министра обозрания в правительстве, и у Салима. Да, вот Маньякун, собственно, соревновал идеологию фашизмской педагогики. Вот. То одна из первых его тамзавровать – это личный контакт духовного учительства и ученика. А если это будет потеряно, то будет потеряно все. Вопрос в контексте педагогическом. Да, очень хороший самый текст. Да, да. В этом смысле вопрос, да, о так называемой десубъективации, деперсонификации, образовании, он связан во многом с… С предпосылками, да, которое связано с парадигмами, дидактическими, да, а может быть иногда и более… С серьезными. В этой связи вот, например, расширение возможностей, которые дают IT-технологии, безусловно, интересный современный феномен, но он ставит по ногу проблем человек и машины. Конечно. Да, и это… Это правильно. Понятно, что неоднозначная проблема, и одна из негативных линий в этой проблеме – это то, что называется «технократизм». Да, то есть когда… Ну или в другой редакции дегуманизации. Да, когда многие вещи, которые, например, связаны с тем, я очень абстрактно скажу, человеческими смыслами, да, а IT-технологии, как бы мы их там не понимали, они связаны с пределой формализации, да, то есть иначе они не работают. Да, что такое цифра, да? И в этом смысле… А человеческие явления далеко не все формализуются. Ну, помните, любовь формализовалась. Вы умрёте. Да? Вы ничего не сделайте с этим. Тем более, что эти вещи, ну, человеческие беды имеют в своём собирании лично против тайны. То есть то, что никогда не произошло… Да? И в этом смысле есть вещи, которые за грани. При всей возможности моделирования чувств, ну, которых сегодня пишут, да, всё равно, да, даже если чувства будут моделироваться, опять мы выходим на эту проблематику формализации. Вот. И это… Но попытка связать это с формализацией ведёт, во-первых, к дегуманизации, с этой точки зрения, да, вот если мы занимаем политическую установку. Вот. А с другой стороны, мы редактуруем человеческий мир. Вот. И мы не можем поэзии, да, вот представьте, все поэзии, выраженные на языке цифр. Ну, мы можем сказать. Вот. Это невозможно. Вот. И это будет просто складное выражение. В этом отношении. Редукция, да, вот, цифр, да, это одна из трискованных, да, позиций, если занимать, да, отношение такое, да… Однозначное. Да, неоднозначное. И вот потому, что это и достоинство, возможность, как бы, многие вещи решать оперативно и, ну, и просуществовать, и в том числе безумно ускорять многие взаимодействия, но есть угроза. Да, и тогда мы не можем однозначно оценить явление. То есть оно одновременно, но я занимаю его позиции. И вот здесь, конечно, случайно важный момент, когда мы говорили о педагогике. И вот сегодня, например, в нашем университете. Вот примечательный факт, возможно, вы на него обратили внимание, да. Вот студенты пишут курсовые дипломные работы. И одних требует, чтобы они в библиотеке получили, да, ну, по разрешению руководителя, чтобы еще добавить. Смотрите. Что за этим стоит? Давайте обдумаемся. Что это за бюрократическая эта инициатива? Да, что ли, что? Если как бы, да, вот, существуем мысль. Это противоречивая общая помощь. Конечно. Это за этим стоит попытка контроля информации. А чем вызвана попытка контроля информации? Утерей власти. И торгов теряет власть. И он тогда начинает искать способы, да, чтобы восполнить ситуацию потери власти. А интернет, цифра, да, выбивает власть. Он перестает быть, да, единственным основным источником информации, авторитетным источником информации. Нет? И в этом смысле объективно потери авторитета, как к этому относиться, да? Мы говорим, ну, как же педагог, ну, как он же в центре, да? А вдруг бага нет. Бага нет. В центре. И надо функции менять, да? И надо искать другие решения. Да, а что делать тогда? Да, педагог, если он теперь перестает быть этим, да, основным вещателем, да? И возникает, но с точки зрения тех, кто начинает так думать, да, потеряв кредит, это не страшно. Это просто кризисная ситуация, которая требует нового решения. А те, кто разделяет позицию в желании джентиля, да, это крайне струкно, это все. Нужно сделать все, чтобы оградить от этого влияния, контролировать информацию. Вот что делает наш университет. Очень. Очень. И тут есть много вопросов, но эти темы, они бесконечны. Спасибо. Вот, например, в Гуеве я не принимаю участие в этом пространстве. У меня там пять было группых столов, посвященных вот этим вопросам. Мы со студентами тамошними. А я уже как педагог отбивалась, потому что у них другая позиция. Инженер, да. Инженер, да. Но, по крайней мере, вот эти все вещи, они позволяют выработать какую-то стратегию. Потому что какой-то путь. Я им спасибо большое. Опять же, крайности здесь очень опасны. И вот формирование такого, что это все или это ничего, это плохо или нехорошо, я ни разу не сказала. И вообще я запретила себе, говорит, интернет – это хорошо или плохо. Мы не даем оценок. Это средства, которые используем мы. Для чего? Для удовлетворения. В том числе и в своих потребах. В том числе и в своих потребах. В том числе это совершенно справедливо в доминировании во власти и во всех остальных вещах, о которых мы говорили. Ну вот здесь я бы еще добавил. Одну вещь, вот эта проблема. Да, вот это очень правда. Оно мне тут любопытно. Вот мы очень часто мыслим инструментами. То есть интернет, и IT, и стратегизация – это средство. Да? Я бы вот со словом «средство» проиграл. Сегодня мы об этом говорили. Это среда. Совершенно верно. Это еще одна среда жизни. То есть в этом смысле, ну, если капилировать циклосовского, то есть еще одна реальность. Совершенно верно. Которая живет и работает не по тем законам, по которым мы, ну, то, что мы называем реальностью живем. Да? И правила поведения, формы субъективного и несубъективного присутствия, да, в этой среде и ныли. И тогда я спрашиваю. А что наш университет как педагогический? По этому поводу можно сказать. Хочешь что-нибудь может? Вот вопрос. Вопрос очень интересный. То есть это новая среда. А форма выражения, да, ее присутствия еще требует, как бы, да, уразумения. Да? Но мы, как бы, в этом мире учим жить студентам. И то есть и в этом тоже. Да? И у нас, как бы, остается два вот этого 19 века, да, в котором мы проектируем все наши методики и педагогические. Вот это прогностика, которую я, извините, и начинала. И какие уровни. Вот к этому пришли. Потому что это самый, наверное, главный вопрос. Солдатова психолог, вы знаете, доктор психологических наук из МГУ. Она уже много у нее работают, очень интересный, по цифровой социализации. Мне, как специалисту, очень это импонентно. Она открытым текстом, скажем так, пишет о конвергенции двух реальностей. Что современный ребенок, да, он живет в двух, по сути дела, и мы живем в двух. Вы видите, смартфон, потому что тут у меня лекция, тут у меня подсказки, тут все. Это естественная уже наша следа. И говорит, что, но думать об этом и обсуждать, приближаться к этому, я считаю, что социальная педагогика в одном случае, она должна быть. Уважаемые коллеги, видите, как хорошо. Вот мы такое. Да, это тот же инструмент. Один, мы проводим регулярно такие опросы в рамках СМИ, сейчас мы уже завершаем. И буквально пару слайдов все-таки, вот наверху все вы выделяли вот эти риски, правильно? Было такое. Ну и я бы хотела вот, а самое что, с чем мы сталкиваемся теперь, наверное, ваше. Я даже не буду комментировать. Ну и вот о чем мы сегодня уже говорили. Я все взяла в кавычки. Это на основе анализа литературы. Ну и, так сказать, используем еще. Там у нас двое, чем не соглашаться. Забыла эти литературы. Но на что хочу обратить внимание. Все мы их каким-то образом рассматриваем. Именно в качестве тех рисков, потенциальных опасностей. Ну и я раздам сейчас методички. Извините, они хорошо, плохо подготовлены. Еще я вам хотела предложить алгоритм. Это мой авторский алгоритм. Вот она, собственно говоря, вот эта технология уже про проводку не говорила. Все тут. Оно тут все есть. И подведем итог. Буквально уже рефлексию. Рисовать картинки не будет. Еще раз обратим внимание. Я просто предлагаю вам вернуться к тому вопросу, который я задала в самом начале. Да? Про критическое мышление социального педагога. Я ничего не придумывала. Я взяла диссертации. Которые защищены по данным правам и правам Российской Федерации. У нас таких я не обнаружила. Все мы эти вопросы с вами присмотрели. Я уже очень свертываю вещь. И прошу, есть ли тут какие-то недочеты. Можно я вас попрошу? Раздайте. И на что хочу еще обратить внимание. Мы живем в очень сложном мире. И однозначно ответы на все вопросы, конечно, нет. И наша задача думать. Ну и там литература. Все-таки наших авторов. Покажу, которые у нас работают. Лаванов, Александр Павлович, профессора нашего факультета. Тут тоже технологии развития. Это книга под редакцией профессора Циркуна Ивана Ивановича. Здесь очень много про хорошие технологии. Не забывайте о нем. То практикоориентированная книга. И о книге «Педагогика» с практиком Могилевский. С использованием методов и приемов технологии критического мышления. Авторы Ставкова Ивана Ивановна и Прокофьева «Безобедущая». Ну и многие вещи, которые я вам сегодня нам представила. Вот, хоть тут творческое мышление профессионалов, но это книжка очень хороша в компланировании, что здесь очень практикоориентированная вещь. В списке литературы оно и есть. Я надеюсь, что сегодняшнее наше с вами взаимодействие, оно прошло надоборно. Вы не очень скучали, я надеюсь. И если уже о рефлексии, ну, наверное, пару слов, что больше всего вот запомнилось, что понравилось, а чего никогда не придется принимать? Никогда не придется принимать. Не всегда. То есть, слово «не всегда». Не всегда. Что будем не всем? Что в своей практике попробуйте использовать? Понятия никогда. У нас четыре понятия. Понятно. Автор этого Анатолий Григорьевич Духановский. Это он сам как бы адаптировал несколько методик по принципу, там, кодирование, декодирование, в общем. Я в этом не понимаю, но мне понравился день. Хорошо. Что еще попробуем? Я попробую матрицу. Матрицу. Спасибо. Хорошо. Буду рада, если получится. И будет польза. Потому что, на самом деле, обработка там очень хорошая. Это метод мы используем и в курсовых, и в дипломах. По нашей проблематике. Что не… Ничего не будете делать почти никогда. Какие методы? Извлекаются. 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 Я надеюсь, что сегодняшнее наше было такое немножко, как бы сказать, скумканное. Потому что все-таки в конец учебного года на всех рассказывается. и за защиту предупомных, и сегодня я очень благодарна, за то, что вы так активно участвовали, помогали. И мне очень приятно было с вами взаимодействовать. Если у вас не будут какие-то вопросы, всегда готовы ли их ответить. Спасибо.